МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том числе и директор Владимир Грибанов. Будем говорить мы о старте нового театрального сезона в Театре Наспаска. И 21 сентября он, собственно, уже начинается и будет начинаться премьерой постановки под названием «Человечный человек». Ну и первый час. Да, первый час. У нас в гостях Павел Гуртов, руководитель благотворительного фонда «Наследие Вятки». Добрый день, Павел Валерьевич. Добрый день. Мы этот эфир планировали. Мы встречались с вами в августе, когда рассказывали про совершенно замечательный, на наш взгляд, да, Володя, проект. Конечно. Проект фестиваля экстремального туризма для людей с особенностями. С безграничными, как вы сказали, возможностями. Просто замечательный. А аналогов ему в регионе у нас нет. Абсолютно точно. И тогда вы, Павел, рассказывали, что про вас узнали на федеральном уровне и пригласили вас на форум в Санкт-Петербурге, форум, который как раз посвящен инклюзии, я бы так сказала. То есть того, как людей, надо сразу сказать, инвалидов, можно действительно социализировать по полной программе. Я попросту скажу, что эти люди, которые живут рядом с нами, и мы их знаем, они имеют и возможности, и способности абсолютно полноценно, насколько это позволяет им здоровье, участвовать в разных аспектах социальной жизни. И вас пригласили выступить именно с этим проектом, о котором я сказала. Давайте напомню, как он называется. Проект называется «Вятка территории равных возможностей». И так, 12-13 сентября в Санкт-Петербурге международный форум прошел, и вы там выступали. Давайте все-таки немножечко про проект напомним, про «Вятка территории равных возможностей». Этот проект реализовывался на средства вашего фонда и гранта, который вы получили. И он прошел с мая по август месяц. Вот такой длинный, четырехмесячный, огромный проект. Сколько людей было задействовано в нем? Порядка 250-300. 300 человек в нем участвовало. Это Кельмесь? Кельмесь и Кировской области. Это жители Кировской области, близлежащие районы. Как я на форуме в Санкт-Петербурге докладывал, мы приглашали только близлежащие районы, потому что Кировская область там по размерам как треть Германии, добираться довольно-таки далеко. Но в принципе все, кто пожелал из более отдаленных районов, тоже к нам приехали. Напомните, как вы искали людей этих сограниченных возможностей через органы соцзащиты? Нет, в данном случае мы сотрудничали с нашим областным обществом инвалидов, который нас поддержал в этом проекте. Но, думаю, в дальнейшем нам нужно будет какой-то механизм найти по поиску и привлечению людей, которые в обществе инвалидов не состоят. Потому что даже, например, когда мы на кофебрейк в Санкт-Петербурге после нашего доклада с девушками общались, колясочницами, которые тоже докладывали, рассказывали о своем опыте и так далее, многие из них сказали, мы не стоим ни в каком обществе. — Колясочницы — это те, у которых ограничения в движении. — Которые, да, передвигаются на инвалидной коляске. То есть в основном форум был посвящен именно им. — Вот уже начали мы выявлять те открытия, которые вы для себя сделали в процессе форума. Но все-таки давайте мы с Володей структуру так программу запланировали. Итак, в Кельмезе на средства гранта президентского и на средства фонда «Наследие Вятки», а этот фонд принадлежит системе «Глобус», был реализован гигантский проект на 300 человек, где участвовали инвалиды, где участвовали сотрудники фонда, волонтеры, в том числе подростки, ученики школ кельмезских и взрослые люди. И совместно они сплавлялись на байдарках, штурмовали скалы, готовили на костре, заготавливали дрова. Целых четыре месяца проходили такие мероприятия. Причем там были инвалиды и по движению, и ментальные. — Были и опорники, и менталисты, и ампутанты. — Вы меня простите, сейчас многие, наверное, слушают, я встречаюсь все чаще и чаще, говорят, что нельзя говорить инвалиды слово, надо говорить особенные и так далее. Я это говорю, потому что надо понимать, что все равно это люди с серьезными бывают ограничениями, очень серьезными, и мне кажется, что этот термин иногда уместно все-таки употреблять. — Ну, здесь вопрос о том, нужно ставить, который и поднимался как раз на форуме в Санкт-Петербурге, что у нас не должно быть восприятия их отличия от нас. То есть если мы говорим инвалидам, мы говорим просто о какой-то специфике физической, но воспринимаем их как абсолютно равных, здоровых и близких нам людей. — Именно так я этот термин так и употребляю. — Нет, этот термин нам предлагает государство, оно закреплено во всевозможных законах, документах и так далее. Это чисто вот такая законодательная риторика, да, безусловно, мы как люди, а мы все понимаем, что мы все одинаковые, нам всем хочется быть и любимыми, и обласканными, и счастливыми, и так далее. Они никоим образом не отличаются от обычных людей, здоровых. — Да, ну, в общем, на средства гранта было закуплено оборудование, это оборудование осталось кельмези, и это оборудование, может быть, сейчас и будет использовано по назначению, и потому что кельмезские и власти в том числе там участвовали, все, кто был в этом фестивале, который организовал наследие Вятки, это оборудование будет использовано в течение года для того, чтобы тоже организовывать какие-то такие походы. — И в последующие годы тоже. — И в последующие годы тоже. А сейчас мы просто всех, кого заинтересовал этот большой фестиваль, отошлем к нашему августовскому эфиру, там Павел Гуртов, фонд наследия Вятки, фестиваль «Вятка. Территория равных возможностей». Можете его переслушать, он у нас на сайте хакирова.ру лежит. Итак, теперь мы, значит, перейдем к тому, что происходило в Санкт-Петербурге. Вас пригласили, руководство системы «Глобус» приняло решение, что вы участвуете, и вы поехали представлять туда, собственно, Кировскую область. Мы там от Кировской области, вы одни были? — Конечно. Там были представители от Нижнего Новгорода, Санкт-Петербург, Москва, Иерусалим, участник на нашей площадке именно по туризму, были представители музеев Санкт-Петербургских, Русского музея, Исаакиевского, потому что весь форум, он был посвящен доступной среде. То есть он так и назывался «Мир, доступный для всех». И в основном, конечно, упор делался на самую ограниченную категорию — это колясочников, потому что им сложнее всего где-то куда-то попасть, но касался, по большому счету, и всех. Наш доклад, конечно, несколько отличался от докладов других участников, потому что у других участников в основном доклады были посвящены тому, чтобы оборудовать среду, в которой люди должны передвигаться, чтобы они не чувствовали своих ограничений. — Город? — Город, музей, станции метро, транспорт и так далее. — То есть на перспективу, некие предложения, рекомендации по организации этой самой доступной среды. А вы говорили уже о том, что сделано. — Да, но и мы касались даже немножечко другого направления. То есть не только доступную среду сделать, не только какую-то доступную систему, а у нас люди просто переродились. Причем не только инвалиды, но и волонтеры, и те, кто участвовали, и мы сами. Потому что одна из целей, которую мы достигли, которую я озвучил там, и которая была встречена практически аплодисментами, очень тепло, что у нас была достигнута цель, которую мы, в принципе, и не ожидали, что абсолютно исчезла грань между инвалидами и здоровыми людьми. Мы друг друга не ощущали разными. То есть просто даже на уровень восприятия. — То есть вот это было для нас, конечно, сюрпризом. — Это самое главное. — Это самое главное. — И мы с вами отмечали это в программе, которая была в августе, что да, конечно, там важно, чтобы были подъемники, лекарства, оборудование, коляски и так далее. Но и эта важнейшая задача, и мы вот тоже, редакции, радиостанции, давно уже поняли, участвуя в разных проектах, что важно убрать вот эту стену, эти заборы, которые стоят между обычными людьми, как говорят, и сиротами, обычными людьми и инвалидами, обычными людьми и стариками, которые живут, например, в домах престарелых и прочее. Потому что только вот отношения, да, вот это, и заинтересованность в том, чтобы помогать, а не отворачиваться и забывать, что эти люди есть, они будут менять среду. А иначе это все для галочки будет произноситься. Среда — это люди больше. Да, да. Была ли на форуме некая еще образовательная, что ли, составляющая? Обучающая, что нового для себя вы почерпнули, какие идеи, возможно, привезли? Значит, на форуме рассматривались следующие элементы доступной среды. Это, в первую очередь, доступная среда техническая, пандусы, подъемники и так далее, да? Удобные подъезды, навигации для слабовидящих. Даже на Лазарском вокзале, когда приехали, сразу увидели на полу эти дорожки навигационные. Для слабовидящих полоски, точки на перекрестках и так далее. То есть Лазарский вокзал, кстати, тоже дирекция железнодорожных вокзалов выступала на этом форуме и рассказывала о своем опыте. Так как он новый вокзал, то его они, в первую очередь, представили, что вот там уже все сделано идеально. Вот второй элемент доступности – это как раз элементы инклюзивного образования, потому что люди с ограниченной возможностью должны получить и по образованию, получение образования, с тем, чтобы дальше жить, развиваться. Да. Вопросы трудоустройства тоже. Вот меня больше этот стол интересовал, круглый стол, потому что мы хотим свой проект продолжать же дальше. И мы хотим, чтобы этот проект также позволил нашим участникам из Кельмецкого общества инвалидов трудоустроиться здесь. То есть чтобы это у нас вошло в систему. Чтобы не вот мы раз провели фестиваль, и на этом закончилось. Ну раз-два еще провели, и все. То есть вы нуждаетесь в сотрудничестве с работодателями конкретными, да? Работодателями, или, может быть, методики, чтобы мы им работу давали. Ну вот эти механизмы нам нужно найти, чтобы наш фестиваль, он жил и ежегодно работал, и привлекал как можно больше людей, и являлся примером таким. Может быть, в Кировской области еще где-то появится такое же место с аналогичным фестивалем. Потому что далеко же в Кельмеце всем ездить, например, с северных районов. Может, там по аналогии такой же будет. И следующие пункты, которые были на этом фестивале, мы после короткого перерыва продолжим о них говорить. И я напомню, что у нас в гостях Павел Гуртов, руководитель благотворительного фонда системы «Глобус наследия Вятки». И рассказывает он нам сегодня о том, как в Санкт-Петербурге 12-13 сентября проходил большой форум международный по организации доступной среди для инвалидов с названием «На коляске без барьеров». Я с удивлением узнала, почитая вашу публикацию на сайте фонда «Наследие Вятки», что приурочен этот фестиваль, был большой форум к третьему конкурсу красоты, таланта «Невская краса» среди женщин, передвигающихся на инвалидной коляске. Вот это для меня было просто открытие. Но вы расскажете нам еще про это. Сейчас на полминуты перерыв. Продолжим. Фонд «Система «Глобус наследия Вятки» поделился опытом по организации инклюзивного туризма на форуме в Санкт-Петербурге. Форум с названием «На коляске без барьеров» прошел 12-13 сентября в экспоцентре Васильевского острова. Павел Гуртов, руководитель благотворительного фонда «Наследия Вятки», у нас здесь в студии. И мы вот сейчас рассказали, что три таких важных блока было на этом форуме. Это первая – городская среда, да, безбарьерная. Второе – это инклюзивное образование, что очень важно, безусловно. И третье – это трудоустройство. И здесь вы сказали, что для вас это было очень важно. Еще раз, почему? Да. Ну, потому что мы хотим... Хотя вы там не докладывали. Мне интересно было послушать вообще опыт других людей, как этот вопрос решается, трудоустройство, самозадельность. Потому что мы хотим обеспечить нашему проекту по спортивному туризму для людей с ограниченными возможностями дальнейшую жизнь. И для этого нам нужно обеспечить системность и трудоустройство наших инвалидов, которые бы этим проектом и занимались в дальнейшем. Чтобы он жил всегда. Уже этот механизм работал, а мы бы занялись другими делами. Простите, трудоустройство в этой же сфере, в этом же проекте или как? В этом проекте. В этом проекте. Да, меня вот это больше сейчас интересует. А это классно. Помните, вы рассказывали про человека из Перми? Да. Колясочника Дмитрия. Нет, он не колясочник, он ДЦП. Дмитрий, который узнал из интернета про фестиваль «Вятка территория равных возможностей». Приехал сам из Перми в Киров. И вы тогда его встретили на вокзале и удивились, просто не ожидали, насколько человек вроде бы должен быть с ограниченными возможностями, потому что прям тяжелая форма была ДЦП. И он приехал специально, чтобы изучить этот опыт, чтобы у себя в Перми реализовать. Вот тебе, пожалуйста. То есть он приехал не сам даже поучаствовать, а чтобы другим этот опыт дать. И вы после того, как провели этот фестиваль, и сейчас побывали на форуме в Санкт-Петербурге, поняли, что люди, которые принимали участие у нас здесь в Кирове, в Кельмезе, вот в этом туристическом большом мероприятии, в принципе могут сделать профессией и своей организацией таких мероприятий. Да, это один из механизмов решения вот этого вопроса. Классно. Но, к сожалению, на форуме вот этого опыта я не увидел. Там были доклады именно об опыте участниц, вот колясочниц, как они трудоустраивались. Одна стала парикмахером. Представляете, вот фильм показала, приезжает, у нее специальная установка, есть кресло, пересаживает, стрижет людей. Другая стала шить одежду для колясочников, потому что там есть своя специфика, и обычно одежда очень плохо подходит колясочникам. Третья... Третья закончила экономический, с Молдовы женщина докладывала, экономическое образование получила, стала бухгалтером как раз по НКО, потому что там тоже специфика. То есть здесь они не дали мне пока знания, опыт, как это у нас организовать, но, по крайней мере, для первого форума они именно показали, что люди могут это сделать, показали свою мужественность, что можно все преодолеть и найти себе занятия, и заниматься чем угодно, любой профессией, которой могут заниматься и остальные люди. Вот это интересно, знаете, что на примерах этих женщинах, которые вы сказали, которые сами трудоустроились и живут полноценной жизнью в этом смысле, а из их опыта они все-таки делали это самостоятельно или им помогали какие-то фонды? Нет, они это делали самостоятельно. Это наши женщины-герои, участницы как раз конкурса красоты, который проходил 14 сентября в завершении этого форума, и который стал, в принципе, и отправной точкой, на котором и родилась идея его проведения. А у вас, значит, а у вас зародилась идея, что, может быть, сейчас можно будет как-то сформировать какую-то программу, благодаря которой люди-инвалиды смогут реализоваться в профессии, вот как раз по организации туристических мероприятий. Да, вот как раз этой зимой наша задача, этот механизм найти, сформировать, проработать и запустить. А вообще, насколько острая проблема трудоустройства стоит, вот хотя бы среди тех людей, этих 300 человек, которых вы охватили своим вниманием, вы общались с ними на эту тему? Ну, как мы уже не раз с вами даже показывали, что проведение нашего фестиваля показало, что изменились все, и инвалиды, и те, кто им помогал, да? И это обоедострое движение. И поэтому у нас все равно, у работодателей в том числе, есть некоторые предубеждения, что инвалид, он хуже будет работать, что-то не сможет, с ним могут быть проблемы бесконечные. Поэтому инвалидам, конечно, устроиться сложнее на работу. Но на самом деле, вот если подумать и вникнуть, когда человек, который получил работу, и он понимает, что ему здесь помогли, его взяли, и он работает, он не будет уже работать спустя рукава, как-то еще... Он будет понимать свою ответственность, он будет понимать тот уровень доверия, который оказали, да, тем самым? Да, и работодатели должны просто для себя осознать, что наоборот эти люди еще более ценны, потому что они прошли через страдания, они более точно знают цену жизни, чем вот люди, которые этого не пережили. Поэтому я считаю, что это как сотрудники, они даже более ценны. — Мне почему-то кажется, что у вас есть уже примерно накидки, такие приблизительные мысли, где, кто, на каком месте из ваших подопечных. — Ну, накидки есть, накидки, идеи. Но надо еще все это очень обсудить, потому что это же касается живых людей, мы здесь не должны ошибиться, чтобы запустить, потом что-то сорвалось, давайте по-другому сделать. То есть мы должны все равно все вместе обсуждать, и в Кельмезе, и, может быть, в области нам помогут, в Министерстве соцразвития, может быть, кто-то из предпринимателей свои предложит услуги. Нам главная идея сейчас. — Это уже очень серьезное движение. — Это очень серьезное, и нам за зиму надо все это отработать. — Это не просто подарки на Новый год. — Да, да. — Это уже очень важно. — Это система. — Да, это система, это абсолютная социализация людей, это дать им в руки инструмент, чтобы они могли... — Я даже не готов сейчас сказать, что мы ее реализуем, но, по крайней мере, двигаться в этом направлении надо, именно в этом направлении. — Давайте теперь вы расскажете о вашем докладе на форуме в Санкт-Петербурге. Вот в первый день как раз секция по туризму для особенных людей, для инвалидов была еще раз на секции по туризму, кроме Кировской области. Кто выступал? — Значит, выступал представитель Нижнего Новгорода, тоже организация, которая организует туризм для людей с ограниченными возможностями. Но там больше туризма именно созерцательный, как я его называю, то есть чтобы у людей была возможность посетить музеи, какие-то места интересные, куда-то их вывезти, чтобы они могли посмотреть, поучаствовать. Из Бурятии очень интересно. — Щадящий такой, осторожный. — Даже не то, что щадящий, просто пока у них идея вот такая. Из Бурятии очень интересная докладщица была, которая организовала путешествие по Байкалу для людей. То есть они смотрели красоты, а в одном месте они даже поставили специальную баню, адаптировали ее, и человек мог искупаться в водах Байкала, а так как они холодные бывают, то там сразу банька стоит, где он может отогреться. То есть это тоже даже, я считаю, экстремальный туризм. То есть докладчики были самые разные. Был даже доклад, проект «Девушка представляла колясочница гостиницы для людей, колясочников». То есть там 40 человек было самих колясочников, 40 сопровождающих. То есть где все абсолютно должно быть предусмотрено. — Отдельная гостиница? — Да-да-да, специализированная. — Или специализированные места? — Нет, специализированная гостиница. И вот этот, кстати, вопрос, он вызвал даже среди участников некоторые разночтения. — Зачем делиться? — Да-да-да. Именно вот это и было высказано самими даже колясочниками, что не надо нас отделять. Надо сделать обычные гостиницы, доступные для нас, с нормальными номерами, с санузлами и так далее, которые были бы нам доступны. Но и все вот это мнение, в принципе, высказали, что нельзя отделять. Надо, наоборот, нам ближе быть. А если мы отделим это, ну, никуда не годится. Мы другой цели добиваемся. — Опять же, в определенном смысле, это какой-то забор. — Да-да-да. Поэтому этот проект был хороший, светлый, но как бы он тоже вызвал такие вот как раз вопросы. — То есть обсуждались проекты, разбирались по косточкам. И то, что вы сейчас перечисляете, рассказываете, я понимаю, что, конечно, опыт, который Кельмецкий и вы представили, он очень особенный. — Он уникальный. Был на данном форуме, конечно, потому что здесь, получается, мы не только предоставили доступную среду для осуществления туристических как-то мечтаний, да, людей, потому что люди не могли ведь мечтать даже об этом. — Собственно говоря, вы были в лесу и на берегу реки. Вы там доступность никак не могли обеспечить, там пандусы не построить и так далее. Вы как раз адаптировали людей, там научили их, как в такой среде. — Да, сами люди переросли. И когда вот я к девушкам на кофебрейк-то подошел, говорю, к сожалению, в этом году к нам колясочники побоялись ехать, мы приглашали, вот, может быть, даже хорошо, потому что все-таки первый раз мы проводили. — Говорю, вот как вы считаете, что нам сделать в будущем, потому что мы хотим обязательно привлекать всех, потому что если не привлекать всех, то зачем вообще это делать? То есть все должны участвовать. И они сказали, что коляски спокойно, по траве ездят нормально, то есть и одна сказала, я уже и на байдарках сплавлялась, в восторге была. И многие сказали, приглашайте, если будет возможность, мы к вам с удовольствием приедем. Поэтому вот я думаю, за эту зиму, помимо организации системы нашей, нам надо будет продумать еще вот этот вопрос, с ними посоветоваться, контакты мы все наладили, подготовить, мало ли, может, где-то пандус, может, где-то переносные какие-то устройства, может, где-то крепеж дополнительный на катамаране, чтобы у нас все категории могли поучаствовать. — Ну, расскажите, расскажите, как вы рассказывали? — Значит, доклад был простой и конкретный, в принципе, почти как у вас. То есть я доложил, что у нас было в фестивале, что было приобретено, что мы делали, какие дисциплины у нас были. К сожалению, докладчиков вместо четверых на нашем столе появилось 10 к моменту начала форума, поэтому фильмы наши не смогли показать 20-минутный. — Фильм выложен, кстати, на сайте. — Да, этот фильм, кстати, в перерыве, потом в фойе попросили посмотреть, особенно представители от Исаакиевского собора, заинтересовались русскому музею. И так получилось, что с кофе-паузы переместилось в весь центр общения туда, где мы фильм показывали. Там компьютер без пересмотра оставили, поэтому наш фильм запустили по кругу гоняться. Его пересмотрели два раза, все рассказывали, и он вызвал большой интерес. А так, после окончания доклада о сути фестиваля, я доложил о тех целях, которые были достигнуты. То есть, первая цель, что мы дали людям возможность испытать то, о чем они могли мечтать. Второе, мы дали людям возможность поверить в себя, и не только в сфере туризма. Потому что даже вот у костра, когда они сидели, они уже какие-то вопросы, какие-то планы обсуждали. Уже у людей появились новые цели в жизни, новые смыслы в жизни. И самое главное, которое я уже сегодня озвучивал, что, которого мы не ожидали, абсолютно исчезла грань между инвалидами и неинвалидами. То есть, вообще, вот это растворилось, и это даже на примере нашего фильма это видно невооруженным взглядом. Сейчас прерываемся на полторы минуты, и я хочу попросить, чтобы вы рассказали, о какие вам задавали вопросы и делали замечания. Вот потому что же про гостиницу делали замечания. Может быть, и у вас были такие. Сейчас перерыв, и продолжим. Продолжаем разговор. Павел Гуртов, руководитель благотворительного фонда системы «Глобус. Наследие вятки» у нас в гостях, и мы рассказываем о том, как был представлен опыт, кировский опыт на форуме в Санкт-Петербурге, форум на коляске без барьеров. Хотя колясочников не было на фестивале. У нас есть, да, вятка территории равных возможностей? Пока не было. Пока не было. Но задача такая стоит. Тем не менее, вас пригласили. Вы делали доклад как раз на площадке по туризму. И, как мы сейчас в перерыве выяснили, я хотела узнать, какие же каверзные вопросы вам задавали, как вас критиковали. Потому что каждый проект разбирался по косточкам. В том числе там были и люди, и инвалиды, которые через себя его пропускали и делали какие-то замечания. Вот в вашу сторону, значит, какие посылы шли? Ну, замечаний не было. Единственное было пожелание. А не хотите ли вы провести свой фестиваль на самом фестивале в Ленобласти? Потому что у нас и места есть красивые. На что я сказал, что на самом деле этот фестиваль провел не наш фонд, не Кельмецкое общество инвалидов, не правительство Кировской области, которые три министерства уже нас поддержали. Министерство спорта, Министерство культуры, Министерство соцразвития. Ну, как поддержали? Деньги дали специалистов? Нет, они информационно поддержали, методически, просто в гранте то, что они нас поддержали. То есть они написали письма поддержки? Да. Сказали... Нет. И также они помогали нам информационно, методически. Министерство спорта готово было даже волонтеров предоставить, помочь в этом все. То есть поддержка была. Не власти Кельмецкого района организовали, а вот то, что все вместе мы всем миром собрались, и у нас это получился фестиваль. Если бы хотя бы одного из этих элементов не было, мы бы этого не совершили. Поэтому я им так и ответил. Если у вас будет на месте такие же заинтересованные люди, то мы готовы приехать своим опытом, своим оборудованием и провести у нас здесь такой же фестиваль. И вот тут мы переходим к той истории, которую сейчас вы хотите разрабатывать. Потому что туда все мысли направляются. Это превратить фестиваль, там, вятка территории равных возможностей, а просто вот этот проект по экстремальному туризму для инвалидов в нормальную системно работающую вещь. Не просто энтузиазм, и давайте сделаем один раз, а чтобы это работало системно. И здесь вы уже заговорили, что, может быть, обучить трудоустроить инвалидов, может быть, обучить трудоустроить уже теперь не волонтеров, а сделать профессиональных людей, которые будут сопровождать и помогать. Отработать эту схему, ее описать. И если вот так сделать, то можно не только в Кельмезе или по всей Кировской области уже без вашего даже участия в такие вещи проводить. Ну и пожалуйста, если вам есть заказ, вы организуете такую структуру, то можно проводить в Петербурге, на Байкале, на Дальнем Востоке, где угодно. Ее просто могут у нас скопировать и где угодно реализовать. Франшизу. Но только социальную, бесплатную. Нет, слушайте. Потому что все равно делается для людей, ну, это социальное направление. А слушайте, ну вот это следующий этап, через который предстоит пройти. Потому что вся страна и весь мир движется от истории с чистой благотворительностью и какой-то вот такой просто помощью разовой, к истории с социальным предпринимательством. Вот все, что вы сейчас рассказывали, это правда, если перевести вот на эти рельсы, это социальное предпринимательство, чтобы не надо было все время ходить с протянутой рукой и искать этих благотворителей. Чтобы люди, которые организуют такие мероприятия, могли это делать профессионально. зарабатывать деньги, получать зарплату. Почему нет? И вот вы сами говорите, все-таки это про добро и так далее. А инвалиды вам говорят, а мы хотим как все. А вот как все это работает турагентство, понимаете? Вот здесь то же самое. Здесь то же самое. В эту сторону подумайте, потому что по социальному предпринимательству сейчас и в Кировской области начинают работать люди, ну, работать не то, что есть уже примеры такие яркие, а в эту сторону думать. Потому что если будут трудоустроенные инвалиды и неинвалиды, работающие в экстремальном туризме для инвалидов, то почему не сделать из этого проекта, в том числе по социальному предпринимательству, бизнес-проект и не продавать франшизу? Я вам хочу больше даже сказать. В прошлом году мы пытались сделать и, наверное, продолжим в этом году благотворительные ярмарки. В Москве есть такой очень большой проект. Они каждый Новый год устраивают эту историю. И она тоже про благотворительность. Это, да, вот про подарки, про обмен там новогодний и так далее. Но они продают уже эту франшизу. И она стоит недешево, но зато это готовый продукт, который ты можешь реализовывать. И он все добрые твои намерения реализует тоже. Но это я вас так наталкиваю. Мы до этого еще, скажем так, не дошли до вот такого восприятия. Нам главное сейчас организовать систему здесь, а там уже как пойдет. Потому что если будет система, это готовый продукт, как вы правильно сказали. Но это вы можете организовать, а те люди, которых вы привлечете, сами могут рассмотреть это и как бизнес-проект тоже. Ну, 27-го числа я как раз выступаю с докладом в нашем Центре развития туризма по нашему проекту тоже. 27-го в сентябре. Да, да. Может быть, там как раз какие-то идеи и появятся. А кто будет на этом выступлении? Тур-операторы. Будут тур-операторы. Кировской области. 27-го числа. Это открытое какое-то? Интересно. Да, открытое. Предлаглашение. А во сколько? Центр развития туризма. Мне программу еще должны прислать. Центр развития туризма находится в доме Витберга. Здесь рядышком с центром, буквально с театральной площадью. И можно туда позвонить и узнать, во сколько и поучаствовать. Да. Если говорить еще о планах ВТВД, вы несколько раз упомянули, что зима на носу и предстоит разработать, проработать эти вопросы трудоустройства, людей с ограниченными возможностями. Что еще? Какие еще основные, Павел Валерьевич? Задачи на ближайшее время стоят. Вообще фонда? Да. Ну, в первую очередь, мне нужно привести в систему механизм реализации экскурсии для воспитанников детских домов по предприятиям нашего города. Это тоже, а вы об этом рассказывали. Это профориентация. Да, профориентация. Я даже когда в Санкт-Петербурге был, немножечко с гордостью сказал, что у нас в Кирове есть очень много предприятий пищевой промышленности, которые с очень качественной продукцией. Профиарили нас. Да, и поэтому я говорю, я немножечко в Санкт-Петербурге у вас здесь не могу себе позволить такого, как в Кирове. И они, в принципе, со мной согласились, что качество продукции там не такое. Но я в этом тоже убедил. Может быть, я не везде был, не будем никого обижать. Просто мы будем гордиться нашей Кировской области, ее продукцией. И просто хочется выпускников именно помочь им посетить наши предприятия, которые мы все гордимся, продукции, которых мы употребляем, которые действительно качественные. И чтобы они увидели, что это ниоткуда сверху с неба берется, а что ее такие же люди, как мы, делают, производят, работают. Для этого надо учиться, получать образование, специальности. И чтобы у них был более широкий спектр выбора будущей специальности. То есть вот это самое главное, мне надо на все тем. Мы несколько раз такие экскурсии провели. Это тоже разовые были несколько экскурсий. А какие предприятия там участвовали? Мы на здравую нас пригласили. Очень интересная экскурсия была на фабрику игрушек «Весна». Вот тоже я, к сожалению, сам на нее не попал. Вот в это время у меня было другое мероприятие. Дедка туда отвез, но они вышли с таким восторгом оттуда, что я очень пожалел, что я сам не попал. Здравая весна. Потом нас приглашают на некоторые дизайнерские наши предприятия, которые производят там печать и так далее. А машиностроительные наши предприятия, оборонные? Наши тяжеловесные, так скажем. Это все впереди у нас. Надо будет договариваться, потому что у них не все цеха возможны к посещению. Там, может быть, в принципе, невозможно. Они же тоже не сами это придумывают ограничения. Но желание посетить, организовать посещение всех наших предприятий, кировских, знаменитых, известных, очень большое. На завод мороженого, к сожалению, на завод мороженого, к сожалению, в данный момент они пока временно приостановили экскурсию. На наш молокозавод замечательный тоже нельзя. Пока нельзя, но они молодцы. Они готовят музей с действующей линией. А, с действующей линией. А у нас открывашечники наши ходили. На экскурсию на КМК. Поэтому, я думаю, к ним тоже мы будем обязательно ходить. Да, там Федор Сураев сам проводил экскурсию. И они были тоже в Востоке. У нас в Кирове есть, что посмотреть, есть, чем гордиться. И мы должны вот эту черту гордости нашим краям, вот такого правильного патриотизма детям тоже прививать. У вас подшефные дома какие? У нас подшефные дома Спицынские, это котельнический район и Уржумский детский дом. Но мы эту деятельность будем проводить абсолютно в отношении всех детских домов. То есть, именно хочется все детские дома, всех выпускников провести через... На территории области мы имеем в виду детские дома. Да. Это здорово. Это очень хорошая история, потому что ребята, которые выходят из детских домов, они в основном уже знают, там есть список ПТУ, куда массово отправляются на учебу. И не очень-то задумываются, не понимают, куда бы он хотел. Да, если бы они посетили эти места. Потому что у них все равно проблема с доставкой на экскурсии. То есть, мы здесь помогаем им с доставкой в город Киров, из районов, чтобы они уже не так, скажем так, считали каждую копейку, ехать им не ехать. Конечно, да. Ну и, соответственно, ребят же надо встретить и накормить. И все равно какую-то культурную программу им сделать. Все равно это дети, им хочется чего-то интересного, красивого. Да, да, мы тоже по своему опыту, работая в праве на творчество, знаем эту историю. Тем более, что действительно область гигантская, и транспортные расходы очень большие. Какой-нибудь Сосновке, например, привезти в областной центр из Янских поля. Ну, заинтересованность у детей есть вообще. И очень даже экскурсанты, экскурсоводы, кто проводят, они просто удивлены сами. Потому что, знаете же, у нас есть стереотип детдомовских деток. Они удивлены, насколько наши детки культурно заинтересованы, смотрят, спрашивают, ведут себя хорошо. И даже гордость за них берет. Да. Возвращаясь к туристическому проекту, вот что хотелось бы еще у вас спросить. Все-таки, вот я сейчас представляю, что вы эту историю, да, вывели на федеральный уровень. И, возможно, действительно, там, если вы продолжите, в следующем году к вам приедут и из Санкт-Петербурга, и из той же Бурятии. И из Челебенск уже команда просится. Вот, уже даже команда целая из Челебенск. Сейчас вот пишут, просят, увидели, как мы провели, говорят, очень к вам хотим и планируем на будущий год приехать. Может быть, приедут. То есть, уже фестиваль «Ребятка территории равных возможностей» вывести на такой федеральный уровень, куда будет межрегиональный уровень, чтобы люди приезжали. Но это пока вот все в процессе обсуждения. Это же будет зависеть в том числе и от финансирования этой программы. Вы будете снова на грант подаваться или как-то будет происходить? Нет, нет, по этой программе мы на грант подаваться не будем, потому что грант, мы уже на средства гранта приобрели оборудование. Это оборудование у нас осталось. Будем искать другие источники финансирования для каких-то других затрат текущих. Вот смотрите, а партнеры вам нужны для этого? Конечно. Я еще все заинтересован. Говорите об этом, говорите. Потому что мы после первой нашей с вами программы в августе получили очень хороший отклик. Нам прям вот люди звонили и говорили, какая у вас классная, добрая и правильная была программа. Потому что не просто печаль, жалость и милость звучала, а именно совершенно другое. Мы просто нашими гостями, нашими друзьями просто были восхищены все и поражены абсолютно всеми. Какие вам нужны партнеры? Говорите конкретно, в чем непосредственно есть. Я думаю, это надо в рабочем порядке рассуждать. А партнеры нам нужны абсолютно все. Какого рода партнеры? Информационные. Информационные мы согласны. Ну, может быть, по транспорту. Потому что самая большая проблема, почему мы даже подозревали, что у нас не так много будет участников, потому что далеко все-таки добираться сложно и дорого. Очень помогли, конечно, районные власти. Большинству команд они помогли, предоставили транспорт. Но не всегда и у властей же есть такая возможность. У муниципалитетов крайне мало сейчас возможностей. Из бюджета что-то выделять. То есть они и так молодцы, многим командам помогли. Поэтому бензин, транспорт, да? Еще что? Все, я конкретно обращаюсь к Кирову, пассажиров автотрансу, к Денису Перлогу. Вот, вот. Пожалуйста, Денис, рассмотрите такую возможность содействия и поддержки работы фонда по транспортному сообщению. — Продукты, сопровождение какие-то. — Ну я сейчас это... — Волонтеры нужны, безусловно. — Волонтеры. — Да, немножечко даже растерялся от широты своих желаний, поэтому не могу себя озвучить. — В общем, если кому-то нравится этот проект, и вы считаете, что проект движется в правильном направлении, вот, пожалуйста, есть Павел Гуртов, есть сайт благотворительного фонда наследия «Вятки». Там есть контакты, заходите туда, связывайтесь с Павлом, обсуждайте возможность участия, потому что я знаю, что к таким большим мероприятиям оно только завершается, сразу начинается подготовка к новому уже на следующий год. Не останавливается ни на секунду практически работа. — Вот только что даже созвонил с кельмезьянами, с ребятами. У нас же весь август были сплавы, то есть мы тоже на этом сплаве были. Оказывается, какая кельмесь красивая река, когда с поверхности смотришь. Она спокойная, то есть безопасная для нас тоже, но очень красивая была. А тут они говорят, мы тут уже без всяких катамаранов, пока вода холодная, просто в поход сходили вместе, собрались 20 человек и пошли в поход. То есть уже все, люди объединились, у них уже есть идея, они уже общаются. — Но вот эта история, на самом деле, очень важная, потому что вот мы хорошо ходим по Вятке, по Немде, и есть две организации, даже, наверное, больше, кто устраивает вот эти сплавы байдарочные и прочее, но там нет инвалидов. А кельмезья вообще никогда не была, например, я. И классно все равно вот эта идея, я прям поддерживаю, если бы у вас удалось организовать такую историю, чтобы появились бы социальные предприниматели по такому виду туризма, где могли бы целые семьи приезжать, где есть такие члены семьи, например, с ограничением, и для них будут доступны такие туристические походы, это же прекрасно просто. — Это было бы идеально, если бы именно семьями люди еще были. — Вот еще одно направление вот такое, тоже классное. Между прочим, соревнования можно между семьями тоже проводить, правда? В общем, кто заинтересовался, пожалуйста, на фонд благотворительного фонда «Наследие Вятки» — Павел Гуртов. Мы благодарим за участие в дневном развороте. Сейчас новости, тематические программы и реклама. В следующем часе мы расскажем... — О новом театральном сезоне в Театре «Наспас». — Да, верно. Редактор субтитров А.Семкин